В районах необходимо развивать растеневодство и животноводство, а также активно вовлекать молодежь в сельскохозяйственные работы. Такие поручения дал Аким области Бердбек Сапарбаев, посетивший накануне Байганинские и Тимирские районы. Перед началом встречи в селе Караул Кильде Аким области принял участие в открытии нового садика. Реконструированное двухэтажное здание рассчитано на 100 мест. Раньше в нем располагалась школа-интернат. Для воспитанников трех групп есть все условия – просторные игровые и спальные комнаты. После торжественного открытия детского сада глава региона заслушал отчет Акима района. Встреча прошла в местном Доме культуры. В своем выступлении Аким Байганинского района Мамаргали Аккагазов отметил, что поступление в бюджет за прошедший год составили более трех миллиардов тенге. В районе, где действует около 300 крестьянских хозяйств и 33 ТО, в 2016 году создано 9 сельскохозяйственных кооперативов. Хозяйствами района на эту зиму заготовлено 178 тысяч тонн сена. 15 крестьянских хозяйств воспользовались госпрограммой Сабага и закупили 343 головы крупного рогатого скота. Благодаря программе Кулан 7 хозяйств купили 171 лошадь, а 5 крестьянских хозяйств по программе Алтынасых приобрели 790 овец. Активно работают в районе программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и с дипломом в село. Ведется работа по строительству жилья. В прошлом году был сдан в эксплуатацию 35-квартирный дом. В этом году планируется продолжить строительство жилья. Ведутся работы и по открытию новых рабочих мест. В прошлом году в районе было создано 420 рабочих мест. В районе 19 средних, 2 основных и 3 начальных школы. В 19 из них параллельно действуют дошкольные учреждения на 541 ребенка. После отчета Акима района свои вопросы смогли задать сельчане. Людей в основном волнуют вопросы трудоустройства, проведения инженерных сетей в село. У моего сына проблемы с работой. Никак не может устроиться, нигде его не берут. Предлагали пойти чабаном, но там зарплата нестабильная. А ему нужна нормальная работа в пределах села. У него жена болеет и пятеро детей. Безработица на селе есть, и мы всеми силами с ней боремся. Но хочу предупредить, что обеспечить всех работой мы не сможем. Многие хотят устроиться в нефтяные компании или в госучреждения. Но сейчас из-за снижения цены на нефть многие из них сокращают штат. А всех желающих в садике и школы мы взять не можем. Дело еще и в том, что сельские ребята не хотят трудиться там, где требуется рабочая сила. Я говорю о крестьянских хозяйствах. Почему молодежь не идет в чабаны, считать зазорным? Сейчас такое время, когда надо самому научиться зарабатывать. Байгайнский район – это сельскохозяйственный район. Надо держать скот, заниматься овощеводством, увеличивать площадь орошаемых земель. Вы хорошо знаете из средств массовой информации, что эти направления активно финансируются. Всем районам на эти цели мы выделяем средства. Рабочая поездка Акима области продолжилась в Тимирском районе. Аким района Аскар Джусибалиев рассказал о развитии региона за прошлый год. В районе проживает около 38 тысяч человек. Средняя продолжительность жизни увеличилась с 68 до 72 лет. Обеспеченность населения питьевой водой выросла до 86%. Природным газом – почти до 83. Более полутора тысяч субъектов предпринимательства обеспечивают работой около 3 тысяч человек. За годы независимости в районе построено 14 школ, 11 детских садов, 7 учреждений культуры. В район привлечено более 9 миллиардов тенге инвестиций. Действуют 3 ТО, 7 сельхозкооперативов, 273 крестьянских хозяйства. За 2016 год фермерам было выделено около 200 миллионов тенге субсидий, что говорит об активном использовании государственных программ. Неплохо обстоят дела и с жильем. В прошлом году введено в строй 16 748 квадратных метров жилья. Создано 729 новых рабочих мест. В настоящее время действует 25 медучреждений, оснащенных 16 единицами санитарной техники и передвижным флюорографическим пунктом. Жители района воспользовались шансом задать наболевшие вопросы. Как оказалось, тимирцев беспокоят состояние дорог в отдаленные селы и отсутствие связи. Затронули присутствующие строительства плотины в районе для увеличения площади орошаемых земель. Отвечая на вопросы, Бердебек Сапараваев отчеркнул, что необходимо рационально использовать имеющиеся в районе земли. Опять хочу сказать о необходимости увеличения орошаемых земель. В области их должно быть не меньше 50 тысяч гектаров. Работа по расширению площадей ведется. В 2015 году в области было 15 тысяч гектаров, в прошедшем увеличили до 18 тысяч. В этом году постараемся довести площадь до 28 тысяч гектаров. У вас неплохие показатели по обеспеченности водой и газом, но вместе с тем очень плохо обстоят дела с ростом поголовья скота. Между тем, государство поддерживает вас посредством своих программ, субсидирует ваши затраты. От вас требуется только одно – желание работать. Надо оставлять в прошлое меденаличное хозяйство. Сейчас, чтобы полнее воспользоваться возможностями госпрограмм, необходимо объединяться в кооперативы. Ольга Литвинаса, Маткаликенов, Казахстан, Октубье.